Музыка На Скороглядовой Евдокии Тимофеевне. В браке у них было 14 детей. До того, как он стал священником, работал на железной дороге к Бугалтеру. Первое место, где он служил, было в селе Любовниково. Ну, там он был псаломчиком с 1904 года. А с 1908 года был в Казанской общине деревня Кашелевка, 7 километров от города Спаска. В советское время несколько раз подвергался ранениям. То есть он был и под арестом. Ну, Евгений Михайлович поточнее все расскажет. Последний арест с выселкой в 1930-х и 1931 годах. В 1931 году был в Валужево-Цан иерея. И в этом же году назначен в Валужево-Юпатинке церковь священником. Я всегда удивляюсь, что в 1931 год уже получается 13 лет практически уже идет советская власть. А в это время, в Валужево-Юпатинке, в 1931 году, еще до деревень ничего не дошло. Он полагает священников, поставит его здесь служить, и он здесь служит. И крам был закрыт только лишь в 1941 году, если я не ошибаюсь. Он сдал имущество, церковное имущество, 7 сентября 1940 года. Запретили служить дома в 1944 году, 20 июня, и в этом же году он умер. Как только запретили служить на данном году, колокола сняли в 1936 году, а колокол запретили, как бы летом запретили звонить, а получается осенью сняли колокола. Кстати, вот в Валужево-Юпатинке вообще удивительно то, что сейчас этот храм восстанавливается, знаете, не группой лиц, то есть мышление, пока не имеем мышление и идеи здесь многим лицам, получается, всегда совет людей, как и что здесь делать. И вот одна из идей была собрать те вещественные доказательства еще того, что храм не скрывался, и того, что храм здесь иконостас был цел. То есть части тех дореволюционных каких-то артефактов мы их сохранили, в том числе нашли часть оскола колокола, копали, по-моему, газовые мы копали. Хорошей нашли оскола колокола, вот все это отложили, там оно у нас собрано, мест, там остатки креста в колокольни, вот. Как Владыку благословить Евгению Михайловичу или как слово дать надо. Потому что сегодня он вообще так официально первый раз приехал, мы с ним только с синхронно общались. Поставили, ну это он наилучший раз скажет, поставили памятник на могиле захоронения этого священника. Там была раньше часовня, но, как казалось, на сегодняшний день это свалка, ее забрали, вот сейчас там памятник поставили. Уважаемые гости, уважаемые селяне, праздники, 150-летие восстановления храма. Ну, как отец Владимир сказал, в принципе, он описал всю эту историю. Ну, что интересно, у меня на руках имеется дневник. Мы даже знаем все эти даты, когда все он колокол, значит, снял, когда засыпали зерно до 7 августа, например. У меня имеется книга, дневник написанный его рукой. Там еще долго мы, вот уже я 20 лет исследую этот дневник и нахожу все новые и новые даты. И мы вот в прошлом году, вы представляете, какая мистика, вот до 150-ти мы искали эти починки, у него вроде починки, но не знали, что Балушева. Мы и мы несколько лет ездили в Мордовии под Саранском, ездили в Кенки, и мы там искали, мы также разговаривали с людьми и все. Но потом, я вот обнаружил эти записи и когда внимательно почитал. Наши, мы приехали, их было пристроить трое. Я хорошо забрал, у многих умерли мои родственники. И там четко написано. Ильин, там как сделать? Юра, здесь вот сидят тоже наши представители, я потом расскажу. И там четко написано. Спасибо. Спасибо. Юра, на руках, это самое, умер вот в Балушевых починках, но здесь уже четко я и по навигатору, и все нашел. Это буквально произошло... Два года назад. Два года назад. И мы с супругой вот Ольгой, она здесь сидит, мы любители путешествий, мы любители очень много узнавать, любители разговаривать с людьми и сами много можем рассказать. И приехали сюда в мае месяце, все благодаря Валентине Васильевне, Вере, забыл отчество, здесь в библиотеке. Валерьевна, Валерьевна, да. И мы уже знали, где похоронен дедушку нашу. И тут приняли решение, что надо поставить памятник, где, а не знаем где, ничего. И вот буквально... Валентина Васильевна нашла. Валентина Васильевна нашла. Вала нас, здесь есть еще живая, она... Валентина. Валентина, значит, она нам все рассказала. И сказала, какой добрейший это были вообще священник и его супруга. Евдокия, у которых 14 детей было. Вон они, вон там. Я специально подарил вот его фотографии, там вот все описание. И что я еще хочу сказать. И вот мы сделали этот памятник, значит, на кладбище. Нашли место, она указала. И спасибо вам, вот, жителям села, которые участвовали в очищении там. Еще бы немножко, я просто был забыт. И у вас он был забыт, кто он такой. А он, извините, с 31-го года по 44-й год здесь служил. Там вот все в дневнике у них написано. Он служил, и когда в каком-то 38-м году закрыли. Потом он служил на домах. К нему очень много ходили люди с окрестных деревень. Потом у него парализовало вот это плечо какое-то. И уже бабушка Евдокии служила. И в 44-м, когда... Он умер, да. Он уже умер, и, ну вот, собственно, похоронен здесь. И все дети разошлись в разных... Вот сейчас я нашел. Я благодарность вам, выражаю всем вам за то, что вы создаете такой храм, где служил мой дедушка. Здесь присутствует вот мой брат, внук Владислав. Вот это мой сын, Игорь специально тоже приехали. И уже он отправлен. И вот уже проправлен Максим. Так что мы благодарны. У нас семья такая, Устиновский. Очень, ну, такая... Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Много лет по... Это где... В Папчевском монастыре. И как раз была Пасха. И там, может, звонить. И она попала на колокольню, и как начала звонить там, во всю Кострому. Потом мы приезжаем к Кострому. Там там... С покаяньем войду в Божий храм, Молча я опущусь на колени, Позабуду про горесть и там, Отгоню все сомнения тени. Храм небесный огромен и пуст, Я душою сюда прилетаю. Здесь забыты мной беды и грусть, Здесь тревоги земные растают. Ты прими меня, Бог, как я есть, Я открыто стою пред тобою, Здесь невидомы зависть и лесть, От тебя ничего я не скрою. Лучше в пламени жарко сгорю, Светлых истин познав очищенье, Я с тобой обо всё говорю. За проступки прошу я прощенье, Сердце плачет в полночной тиши, Слез жемчужины в муках роняя, Покаянно в копилку души. Где ни донышка нет и ни края, Так молитву святую творя, Не замечу прихода Иисуса, Вдруг пойму тихо с Ним говоря, Что меня он легонько коснулся. Слезы хлынут от благости той, Что никто из живущих не знает. Слезы льют, а святая ладонь Их с любовью щеки вытирает. Час молитвы незримо пройдёт, Утро-ночь неизменно сменяет, Но со мной целый день будет тот, Кто без слова меня понимает. Час молитвы незримо пройдёт, Утро-ночь неизменно сменяет, Но со мной целый день будет тот, Кто без слова меня понимает. Слезы льютち неизменно смен ham queste дочки, По feelsу дляのは коньяк. Играological дочащих неизменно начнёт. Хび Triplegrass